Окраины Одессы никого не интересуют. С легкой руки нынешней городской власти они становятся захолустьем. Зато историческую часть города бизнесмены и чиновники отжимают по полной программе. Тем самым превращая центр города в общепит и балаган. Съемочная группа телекомпании «Круг» прошлась по Дерибасовской, самой главной улице города, и проверила ее состояние. Улица Дерибасовская вряд ли сможет похвастаться своей былой красотой. Исторические здания выкупили магазины и кафе, переделав исконные фасады на свой вкус, порой далеко не идеальны. Территорию около заведений предприниматели тоже захватили, выставив просто колоссальное количество летних площадок. Из-за непомерной жадности рестораторов, гости города с трудом смогут отыскать один из символов Одессы – памятник Уточкину. И территории заведений только расширяются. На противоположной стороне улицы, к большому сожалению предпринимателей, ресторан поставить никак не получится. Поэтому находчивые воротилы установили аттракционы сомнительного качества и безопасности. Такой наглости позавидовал бы даже Остап Бендер. Наши власти допусили до этого, естественно, которые берут, наверное, деньги не в казну, а в личный карман. Здесь люди проходят и впитаются, и много всяких гадостей оставляют после себя в этих автоматах. Управляю ночью, даже писают под автомат, и я вот прохожу, смотрю. Ну, просто это не Дерибасовская стала. Прошлым летом первый вице-мэр Николай Ильченко лично инспектировал центр города. Увидев Дерибасовскую, чиновник был удивлен. Оказывается, он и знать не знал, что летние площадки ресторанов и аттракционы заполонили улицу. Сгоряча Ильченко сказал. День вам на этой, доложите мне лично, что вот этой площадки здесь нет. Вот-вот уже откроется новый курортный сезон. Рабочие в полной мере развернули установку летних площадок. Видимо, представитель городсовета погорячился, когда пообещал очистить Дерибасовскую. С другой стороны, обещанного три года ждут. Поэтому стоит верить, что улицу приведут в порядок. Если это и случится, то уже при другой власти. Денис Соколов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг».